Здравствуйте! Вы смотрите репортерский отряд New. Это такой необычный отряд. Мы сегодня не будем говорить о чиновниках, политиках или политике в целом. Да у нас в России политики, в общем-то, не существует. У нас есть такой период стабильности, а потом сразу выборы, а потом опять стабильность, и опять выборы. Вот такая у нас политика. А сегодня мы будем с вами говорить о любви, но не о простой любви и даже не о золотой любви, а скажем так, о темной стороне любви. Дело в том, что некоторое время тому назад, ну примерно две недели тому назад, в российских социальных сетях, фейсбуке, а может где-то еще, появилась такая волна флешмоба под названием «Я не боюсь сказать». Она была запущена девушкой из Украины, а здесь в России у нас другие девушки подхватили и тоже стали рассказывать свои истории. В чем суть? Суть в том, что это истории женщин, которые в своей жизни подверглись сексуальному насилию и сексуальным домогательствам. И вот, значит, они об этом рассказывают. Эти драмы, эти трагедии для кого-то, эти жестокие психологические травмы. Я хочу оговориться сразу. Истории, где кто-то кого-то хватал, тащил, бил, насиловал, я отодвигаю в стороны как безусловные. Это, в общем-то, не к нам. Это к следователям из милиции, следователям из следственного комитета или к психологам. Точно так же я отодвигаю в стороны истории всяких сумасшедших педофилов и эксгибиционистов, которые брали детей, куда-то уводили и показывали им свои причиндалы. То есть это в сторону. Но меня интересуют больше другие истории, их тоже масса, которые, так скажем, мимикрировали, которые пристроились к историям об истинном насилии. Хотя на самом деле в них нет ничего, казалось бы, и экстравагантного, драматичного, но все равно получается, что мужики скоты и сволочи. И вот я хочу сказать несколько слов в защиту нас, мужчин. Я не боюсь сказать. Потому что когда их почитаешь, то возникает паническая атака внутри тебя, потому что ты смотришь на себя и думаешь, господи, мать честного, а ты кто такой на самом деле? Ты тоже сексуальный домогатель. И по нескольку раз и ты сексуальный домогатель. И вообще все мужчины, которые ходят по улицам, по коридорам, будьте уверены, они домогатели и рецидивисты. Ну, например, история такая. Вот пишет одна девушка, когда в компании своих друзей пошла к малознакомому парню на квартиру. Там они веселились, гуляли, выпивали, наверное, об этом она не пишет. А после, когда она сообщает, легла спать и ночью почувствовала, что хозяин этой квартиры, ну, молокомый парень, вдруг к ней, ну, полез, так скажем. Он был отвергнут яростно. В общем, друзья сделали вид, что ничего не понимают. А утром он опять сделал какую-то попытку, ну, сделал предложение, от которого она все-таки смогла отказаться. И ушла в гневе, и, в общем-то, с душевной травмой, и теперь с огромным недоверием по отношению к мужчинам. Ну, наверное, парень действительно поступил не очень хорошо, потому что полез к незнакомой девушке ночью, когда она спала. Хотя, с другой стороны, может, не хотел ее будить, может, ей нужно было вставать рано на работу. Вот, ну, а девушка, конечно же, это же, это братьщик поведения для всех остальных девушек. У нее, наверное, дома даже лежит какая-то книжка, там, устав или кодекс благородной девушки, где говорится, что нет чего ужасного и кошмарного, а так, наоборот, даже нужно ходить в компании друзей, в квартиры малознакомым парням, проводить там время, а потом ложиться спать. Наверное, так, да. Или другая история, рассказанная вот уже конкретным человеком, не просто к имени фамилии какая-то неизвестная, а вполне конкретным известным человеком по имени Галина Тимченко, это редактор сайта «Медуза». Она тоже написала, девчонки, я вам что расскажу. Я вообще женщина такая уже взрослая, я так все уже повидала, все знаю, на меня где сядешь, там и слезешь. Вот, недавно я была в гостях, и там один мужчина попытался ко мне так нагло пристать. Это напишут у себя в фейсбуке, можете почитать, я не шучу. Но я, в общем-то, я не помню точно, когда она зыркнула на него, как-то посмотрела, что-то сделала, и он стушевался, убежал, спрятался под лавку, занервничал, стал измениться, а потом вообще исчез из гостей. В общем, отстояла свою женскую честь Галина Тимченко, и мужчина-наглец был посрамлен в очередной раз. И вот, понимаете, таких историй там масса на самом деле. И я вот что хочу сказать. Знаете, есть такое понятие, как систематическая ошибка выжившего. В чем ее суть? В чем суть этого понятия? Суть в том, что люди, будучи знакомы с каким-то конкретным явлением, принимают это явление за правило. А вот с явлением обратного характера они незнакомы, поэтому они его игнорируют, из-за чего возникает ложный взгляд на вещи. Ну, скажем, классический пример – это истории людей, тонущих людей, которых дельфины толкали к берегу. И возникает ощущение, что дельфины – это наши друзья, они все понимают, они стараются нам всегда помочь. А вот истории людей, которых дельфины толкали в противоположную сторону от берега, мы не услышим, потому что их некому рассказывать. Вот это называется ложный взгляд на вещи и систематическая ошибка выжившего. Потому что в реальности дельфины какие-то наши не друзья, вот они просто играют. И как это применяется к нашему флешмобу? А у этого флешмоба как раз-таки обратный эффект. То есть, начитавшись таких вот историй драматических и душевных потрясений и так далее, у какого-нибудь человека, молодого человека, даже у нас, как я уже говорил, может возникнуть ощущение, что действительно все мужики – сволочи, они домогаются до женщин, а из-за чего женщины потом рыдают, страдают и долго не могут прийти в себя. А вот истории женщин, которых мужчины домогались на работе, на курорте, на дне рождения, на отдыхе где-нибудь, и женщины были не только не против этого домогательства, а даже внутренне ликовали, ну наконец-то. Их историй мы здесь не увидим. Ну, по крайней мере, не анонимных. Потому что такие истории, ну, не принято рассказывать. Ну, и заключение тех случаев, когда домогатель стал мужем этой женщины. Дело в том, и это не какие-то там научные исследования, нет-нет, это только мои ощущения, это я из головы беру, Мне кажется, 90, а может даже и 95, и 99 сексуальных актов произошли в результате домогательства со стороны мужчин. И никак иначе. Потому что алгоритм межгендерных взаимоотношений таков, что мужчина первый протягивает руки. Девушке неприлично делать это. Ну, если, конечно, девушка не представляет собой салон пылки и гитеры, или если она не выпила лишнего и решила, что она пылкая гитера. Такое тоже бывает, да. А мужчина, понимаете, он же, он как марсоход. Он получает сигналы, разного рода невербальные сигналы, и начинает двигаться в заданном направлении, чтобы потом манипулировать своими манипуляторами. Ни один исправный марсоход не будет двигаться, не получив сигнал. Ни один исправный марсоход не будет продолжать манипуляции, получив прямо противоположный сигнал. Да и вообще, если говорить в целом о сексуальных актах каких-то, то они все являются, являются собой не что иное, как мягкую форму изнасилования. Понимаете, мужчина, это же такое существо, у него устремления и желания, они похожи схематически на постоянный ток, они все строго вперед, на высоте 220. А женщина с своими стремлениями и желаниями, она схематически похожа на ток переменного напряжения с частотой в 50 Гц, это такая синусоида, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Ты никогда не угадаешь, когда да, а когда нет, это все очень быстро меняется. То есть, может так получиться, что когда ты протянул руки, это было нет, а потом стало да, когда возник контакт, было да, а когда все закончилось, стало нет. Нет, и она после этого идет и начинает писать истории о том, как ее домогались, как ее склонили к сексу, ты ее спрашиваешь, а почему же ты поддалась, а почему же ты не сопротивлялась, а потому что я не сопротивлялась, чтобы не хотела принести себе еще больше ущерб, чем принесла. Вообще это ужасно, кошмарно, все мужики сволочи. И возникает такой, в общем-то, животрепещущий для мужчин вопрос, а как впоследствии, как вообще можно подстраховать себя от того, чтобы не быть жертвой шантажа после, когда вроде бы все было добровольно, а вдруг выясняется за тем, что ты домогался и склонил, и вообще изнасиловал. Это хорошо, когда, например, с вас-то взять нечего, а вот бывает иначе. Сейчас я вам зачитаю одно письмо. Слушайте, этому письму более 20 лет. В ранний утренний час 19 июля 1991 года произошло посягательство, как на мое тело, так и на мою психику. Я была физически поддавлена до такой степени, что мне стало казаться, будто меня лишили самого сокровенного, моей личности. Взамен того, что было моими 18 годами, у меня теперь ощущение холода и пустоты. Я абсолютно не знаю, что ожидать мне впереди. Могу только сказать, что после того, как я была изнасилована, каждый день превратился для меня в борьбу. Надо снова научиться доверять, улыбаться так, как я делал раньше. И найти ту Дезери Линн Вашингтон, которая была украдена у самой меня и у тех, кто любил меня до 19 июля 1991 года. Это письмо в суд некой Дезери Вашингтона. Ничто вам не скажет это имя, но в свое время оно гремело на всю Америку и вообще достаточно на большое количество других стран. На Советский Союз нет. Это девушка, которая засадила в тюрьму Майка Тайсона. Все знают Майка Тайсона. Ну его и сейчас все знают. А в 1991 году это был не просто звезда бокса и спорта, это вообще был такой, это был мега-звезда. Это был красный сверхгигант, ну черный сверхгигант. То есть какая-нибудь там Мадонна или Майкл Джексон так выглядывали у него из-за плеча. Это был миллионер. У него было огромное количество денег. У него был особняк, у него были лимузины, у него тигры какие-то там жили. То есть ему было 25 лет всего-навсего. То есть Майк Тайсон жил полной жизнью и наслаждался женщинами в том числе. Он не испытывал в них недостатка никакого. Ему не нужно было никого насиловать. Но так случилось, что в 1991 году его приговорили к 6 годам тюремного заключения. Как все было. Он поехал на один из фестивалей в город Индианаполис. И там Майк Тайсон подъехал к своему лимузине к девчонкам. Пошел с ними знакомиться направо и налево. Цели своего знакомства он не скрывал. Да, что там скрывать? Не для того, чтобы поспаринговать с ними. Он же знакомился. Все было понятно. И так, ну девчонки, конечно, были рады. Ну, такой приехал к ним человек. А он выбрал Дезири Вашингтона. Она была не против. Такая 18-летняя девушка. Мисс Черная Америка. Она согласилась провести время с Тайсоном. Они катались на машине. А поздно ночью, глубоко за полночь, они приехали к гостинице. Где Дезири Вашингтон вышла из машины. Совершенно добровольно прошла с Тайсоном в гостиницу. Это все потом подтвердил портье. Она поделась в номер к Тайсону. Пошла в ванную. Ну, проделала там какие-то гигиенические процедуры с собой. Вышла и зашла в спальню. Она провела в номере у Тайсона некоторое время. А потом она его покинула. Села в лимузин и уехала. А на другой день она накатала заявление о том, что Майк Тайсон ее изнасиловал. Тайсона взяли под стражу. Он, конечно, очумел. И его адвокат тоже очумели. Они пытались сказать, и он пытался сказать, что он никого не носил. Все было добровольно. А эта девушка, она просто-напросто хочет получить свою славу и свои деньги за его счет. В суде спрашивали Дезири Вашингтон. Вы поднимались к нему в номер добровольно? Да, отвечала она. Это все есть в протоколах. Вы давали ему фотки с купальником своим? Да, давала. Вы с ним заигрывали? Заигрывала. Вы посещали ванную там, посещала. Вы проходили к нему в спальню? Проходила. Вы садились к нему на кровать? Садился. Он говорил вам, что вы ему нравитесь. Майк Тайсон этот. Говорил. И у вас не возникла мысль, что он хочет заняться с вами сексом? Нет, отвечает она. Никто не слышал криков Дезири Вашингтон. Хотя это была ночь и полная тишина. И все могли бы услышать, и постояльцы, и Ахана, и Портье. На ее теле не было никаких синяков, ушибов и ссадин. Но, тем не менее, она утверждала, что ее изнасиловали. В общем, как бы то ни было, это один из самых громких и самых скандальных судов в истории. Причем план Дезири Вашингтону сдался. Она получила то, что она хотела. Ее приглашали во всякие телепередачи. И феминистки ее звали везде. И в журналах она была, и деньги. В общем, все у нее было хорошо. А Тайсон провел три года в тюрьме. Вот такая история. И последнее, что я хочу сказать. Понимаете, девушки, женщины, история человека разумного насчитывает несколько сотен тысяч лет. И понимаете, большую часть этого времени, может быть, 95% этого времени, вас, женщины, вообще, никто особо-то не спрашивал, что вы там хотите, что не хотите. Я имею в виду мужчины не спрашивали. Они просто приходили и брали то, что хотели. И, пожалуйста, было некому. И вообще это воспринималось, как в порядке вещей. Ну, подумаешь. Так вот, это именно мужчины решили в один прекрасный момент, что так больше продолжаться не можно. Это именно мужчины собрались с духом. И создали эти все законы, положения и тюремные наказания для тех мужчин, кто насилует женщин. И когда в следующий раз вам захочется или написать, или кому-то рассказать очень громко и широко, какие сволочи мужчины, какие они гады, или что у них одно только одно на уме, и они о чем другом больше не думают, помните об этом. На этом мы прощаемся с вами. Напоминаю, что репортерский отряд не несет никакой ответственности за все сказанное в программе. Кстати, наши юристы смотрели эту передачу и сказали нормально. А они женщины, опытные. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok